всем здорово интересный машин приехал интересным тем что тут по работе с оловом в общем есть чем позаниматься поковыряться не вчера подобрали по живым вы красам цвет но 457 с маркировкой d это внутренний код реклера почту не было интересно и за чего ты собственно эту работу и взял так бы не брался за эту машину просто хочу поработать с оловом тут уже кто-то пытался у человеков почти получилось не хватило чуть-чуть терпения так понял так уже все очень ровненько одно только но надо это все дело мы снять теперь вот потому что но что тут не то наверное пост 30 какой-то был или пост 20 то что люди говорят у меня все получается хорошо а тут резался вот этот кусок рихтовался отдельно валяное крыло было я так думаю хорошо дверь поменяли водительскую дверь по подрихтовывали тут внутри чуть поработать надо будет и снаружи но тут не критично ничего супер страшного самый интерес весь вот здесь на этом крыле на порог уходит чутка короче есть чем позаниматься есть на что обратить внимание так что мы будем делать по программе сейчас разбираем подкрылок снимаем ставим наверное и и на козла повыше чтобы с порогом был у меня доступ в работе это по по двери дверь надо еще выставить потому что тут но рихтовал короче отдохнула этой машине он не заморачивался сильно посмотрим по петлям что с петлями происходит потому что она сейчас уже выдвинута назад а тут надо еще просится выдвинуть ее назад потому что они совпадают не с передней дверью не задним крылом очень интересненько что тут получила эта машинка это раз то есть дверями позаниматься два разобрать все три посчищать сразу до металла то есть чем работаем именно на кузове двери пока что не трогаю работаю с кузова четыре скинуть банка окрас уходит он замененный тут будет работа с порогом и низами крыльев потому что уже погнили и пороги и не закрыли то есть не закрыли в ноги то тут так разойдусь получится будет смотреть этот порожек красим до клея ниже клея все нормально проблему этого срока находится внутри вот тут и ржа ну и там ржа здесь двери будут сниматься с петель очень удобно снимается розетку отключил и дверь снял то есть эти двери потом снимутся и отставятся с ними работа не будет но эти двери само собой снимаются тут красим постараемся уйти до ребра до вот этого там будет уже как получаса чтобы не лезть максимально в стойку две двери с двух сторон порог целиком с перекладкой клея и так же носик вот тут вот по двери цвет в принципе цвет подобрали ну посмотрел по украсам хорошим можно и встык красить но постараюсь сохранить именно цвет вот этот как есть тут тут цвет этот как есть сохраняется автоматически тут проблем нет никаких бампера это не проблема никакая вообще приступаем к работе да и шильдики сохраняются что тут внутри с проемом и есть работка есть работки чем позаниматься вот тут под петлю кстати очень очень похоже на то что петелечки пострадали и на петелечках все и пошло то есть стойка чуть-чуть провалилась дверь царапает вот эту стойку и вот тут стойку дверь царапать то есть уходит аж от батона суда надо задеть доделывать за рихтовщиком а очень уж этого прямо не сильно хочется короче сейчас откручиваем болт смотрим вообще если там место или нет и потом приступаем дальше нам понадобится чуть позже лекальная линейка сравнивать с целой стороной но там скачь пока что бронированный инструмент смотрим интересный момент тут дверь я поставил хватило места на петле так все ровно тут чуть-чуть пузико надо на дверку простучать ну не критично то есть полочку просто на место посадить четыре они просто занимался вообще не захотел доделывать тут теперь все нормально по зазорчику то есть ничего не цепляет закрывается тут ничего резинку не цеплять все нормально полочка нижняя хорошо идет прямо вообще хорошо там понятно ничего смотреть линия сходится в принципе надо чуть-чуть петлю замка еще не трогал не смотрел ну короче по по самой плоскости линии по внешней сходится а тут край торчит край крыла торчит он потому что от этого удара крыло прыгнула крыша хлопнула тут вот тут на люке появился дефект и вот тут хлопун то есть получается у нас крыло ну чуть надуло выдавил крыло на место посадить я не посажу потому что это все делается на стапель оттягивается порог часть крыла натягивается там садится то есть это уже не моя забота я ничего не сделала но внешне надо сделать чтобы хотя бы форма как-то смотрелась молдинг у человека под замену идет сказал потому что он поломан то старый молдинг мы его наверно сейчас выкинем все нам не мешает короче мы будем ломать целую дверь потому что зазор иначе у нас получить получить зазор у нас никак не получится сначала поставлю петлю чтобы вот это вот сошлось а потом займусь поломанием зазора петлю внутри сейчас разобрать еще раз салон поправил работы на пять минут снял замок поставил линию одну линию хотя бы чтобы она была без замка никаких сложностей в чем была проблема не понимаю сейчас вверх понятно бонга давлять что у нас тут зазор на в принципе он адекватный внизу чуть-чуть на уменьшение идет из того что попробую сделать внизу это это что это это блин точить вот эту линию не вариант 6 там у нас получается нормально 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 хорошо но не с двери торчит а то вся дверь торчит прикольно не с двери не сходится ни с двери чуть-чуть но как вариант можно дверь обточить срезать лишь бы она не раскрылась сейчас срежем ну крайне трогал даже до гермитоса толком не дошел гермитос под замену на этой части но не сохранил потому что тут овоточку работать так а что же делать ухти ухти новые клипсы надо будет все закрой пожалуйста там двери ну да есть 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 проблема до этих пор он нормальных принципе адекватный по крайней мере тут смотри там я поставил ровно посажу просто ну иначе там линия мы не сойдемся то линия сильнее было видно не а санек смотреть сбоку чуть-чуть но если поднять тут тут нормально по верхам вообще никаких этих проблем просто там маленький зазор уже по порогу сейчас это чуть-чуть вверх поднять это вообще зазора не бы наоборот увеличится ты за всю имеешь ввиду поднять я думал не что-то тут раскрывается чуть-чуть ношу и до за счет конца это остается отражается наоборот как раз а тут чуть чуть больше же не сейчас поправлю посмотрим что получается смотрим здесь принципе норма мне кажется что еще можно будет усилия не садить уже не хочу дверь чуть заднюю вверх приподнял зазор сильно прям не улучшился чтобы сказать в лучшую сторону но неплохо сверху чуть 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 больше так все по линиям сказать что камера попала в линию так по линиям тут сходится тут краешек передней двери сейчас мы пластилина так вот сделаем сразу сходится вот дверь закрывается нормально на замке не повисает по крайней мере тут углы поставил заднюю дверь чуть отогнул теперь играемся с этим уголком он такой веселенький играться мы будем через резиновый молоток прикольчик покажу открутил петли еще хочу чуть-чуть дверь на себя попробовать потянуть и не прошу на бутнула кручиться нормально я достаю он вот такой что надо было делать я предполагаю что надо было делать это он когда дверь была снятая он херачил по петле такой силой кувалды а болт был отпущен что болт просто погиб в неравном бою ну это капец с ними петлю расточи в чем проблема вообще не понимаю отколупал я этот зазор хотел потратить полчасика уже второй часик наверно идет с петлей поиграться пришлось чуть-чуть расточил и расточил петлю поменял болт зазор дело в том что еще не пугать точнее зазор отверстие еще не показалось там не хватало миллиметрика буквально так смотрим закрываем может снизу придется болгаркой точнее потому что зазора нет сверху все красиво ровно сверху все красиво ровно тут дверь два раза стукнул молотком по плоскости поставил появилась яма потому что там внутреннее ребро вот тут вот так вот будет олова лежать на углу с этими ничего не сделаю работу рифтовщика это делать как бы первое не заплачено второе не рифтовщик чтобы делать работу рифтовщика идемте сзади посмотрим пока ровнял ровнял знаете что даже иногда подхожу за зору посмотреть миксы как вы собираете ну что это такое ну капец на норм что прокатывает people how it хочется же делать красиво поставил ровненько нормально даже верхние зазоры сошлись тем более места есть чего них не собирать нормально короче почему они делают из машины а в ночь они так собирают ну что ты расскажешь так идем дальше с зазорами все поигрались хорош разбираем подкрылки ручки молдинги зеркала уголок не снимается его он клеенный передний подкрылок с той стороны передний подкрылок и можно снимать клей расчищать убирать дверные резинки из проемов потому что мне тут работать заклеиваться надо закрываться чтобы салон не спалить короче часа два наверное еще на разборку задний бампер можно выкидывать он не нужен мешает оптика задняя есть чем заняться но задрал машину снял подкрылок начал снимать оптику бампер открыла здесь тут у нас щель красивенные шов разошелся перекладывать надо а уйдет уж и тут и обгорит он порванный короче конкретно тут разошлось на заднем бампере не обнаружил крепления почему-то то ли его не было то ли его кто-то забыл поставить но должно было быть скинем бампер с бампером там вопросов немного и занимаемся тут тут надо снять весь клей с порога хотя бы по вот это ну вот это ребро там дальше внутрь смысла нет лезть будем работать тут есть ребрышка такое до него потому что низ весь целый и от того что этом буду какие-то действия делать лучше никому не станет а вот тут надо выстучать потому что ты что-то тут промахнулись по ходу домкратом вот но все равно порог делать не проблема так дверь поднял четко стало видно что штампу двери разный эта дверь короче у двери по-другому под молдинг выштамповка идет короче двери разные хотя с одних кузовов это такое но тут вмятину нашел вот тут вмятина но она такая как штамп не столько даже вмятина сколько блик какой-то да и все вроде из глобального скидываем бампер смотрим что еще появится разобрал закрыл салон тряпкой которая не горит толстой сейчас занимаюсь исключительно дверным проемом двери меня пока вообще не интересует там попроще все начнем с потяжелее надо снять лакокрасочное вот так аж разработать ну и тут само собой все кораллом получищать аж 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 ну тут уже олова допустим не нужно просто не на что без шпатлевкой а вот это все надо ободрать виталик мне привез для проба я с ним поменялся я отдал свой ротекс фестул а он мне привез макитовский ротекс ну в принципе машинка такой же я еще ее не щупал даже потом я сделал отдельное видео по сравнению этой с фестолом потому что есть еще один фестул тут такая кнопка и вот такое включение кто ну да это посту нодичь и так рядом поставим просто чисто визуально сравнить тело чуть потолще в охвате примерно одинаковые на захват так не знаю это даже удобно мне кажется у меня тут пазик вот это даже лучше ну вот так сможем взять и слева и справа у него пасшире тут нет такого ход эксцентрика должен быть полным одинаковый у них вот он такой я сейчас просто попробую как она чешет как она себя ведет а уже глобальное сравнение сделаем позже так свободный и вот этот зал и вот он ну он ну он 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А так по качеству съема, скорости и всему остальному одинаково вообще разницы никакой. Так, ну теперь тут-то по плоскости, да, прошел. А теперь все раковины коралом надо дочистить. Олово сплавить и еще дочистить раз коралом пойти. Так, ну коралом почистил, а теперь сплавляю олово, которое есть, чтобы мне все можно было зачистить до конца, весь металл обработать, заново пролудить все. Заново пролудить и накладывать уже олово так, как я считаю. Лучше бы он сюда это олово и не вложил. Какой смысл насрать было? Вообще не понимаю. Загорел я эти остатки роскоши, что тут было. Теперь надо зачистить. Да, ну тут было, конечно, было. Надо зачистить все разным типом наждаков, короче, позалазить вовнутрь, щетки, лепестковые круги, наждак. Вот, чуть-чуть олово валяется, потому что сплавилось. Короче, зачистить там все, облудить заново. И вот это олово туда положить. Шучу, конечно. Так, все почищено. Теперь берем пасту, фельдер. И наносим. Оф, мягенькая какая. Оф, мягенькая. начал я работать с оловом падает немного потому что горелочка не сильно мощная получается для начала вообще как по мне так прямого не в германии когда пробовал сможет горелка у меня на полу было в разы больше это уже отработано полтора килограмма почти вот со второго килограмма два ну не полтора там меньше вот потому что тут еще остатки те которые в руках не удержишь что я сделал сейчас покажу объемы тут наплавил порог тут наплавил порог здесь швы заложил сварочные вот тут яму закидал вот тут яму закидал вот тут ямку закидал прикрыл дверь и понимаю что у меня тут не хватает миллиметров 6 есть то есть закрываем дверь так чтобы ровно было держим ее и вот это я сейчас просто на ля пуха вот эти ля пухи надо чуть-чуть пригладить и это у нас получится ориентир зашибись так не хватает я не ожидал что столько будет сейчас эти ля пухи приглажу чуть-чуть прогрею приглажу и от этих ля пух надо будет наращивать вот сюда кант выходить вот этот кант подымать я так понимаю тут олова будет до хрена уходить процесс веселый по крайней точнее не столько веселый сколько не скучно закрываемся взяла две гладилочки большую-маленькую и вперед аккуратно проглаживаем об направлять олова на олово уже сложнее уже грань потёка становится явная такая раз и потекло института института в Субтитры сделал DimaTorzok Что-то как-то интересно Местами хорошо Надо прогревать долго А местами раз и он сразу прям плывет Не знаю с чем это связано Подождем пока Женя приедет Позадавать ему вопросы на этот счет Эх на полторы недельки позже Эта машина приехала как раз под обучение Нам бы ее Женя Как тестовый вариант бы показал Как надо делать Правильно Текет Пахнет шмаленом? Можно и так Ставить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну посмотрим как будет получаться Так Первый проброс показал нам Что идем в правильном направлении Чуть-чуть вот тут надо Сейчас расчищу еще краски Пролудить И выше поднять Потому что тут тоже не хватает На самом уголочке Высоты Надо вот тут кант еще дорастить Вот тут вот Штук 6 лепух поставить Потом У нас сейчас вот это Получается уже внутри То есть ребро Которое должно продолжаться Сюда Оно сейчас ниже Чем вот тут у меня край двери А оно Ну сейчас пойдем посмотрим Насколько лучше должно быть То есть Мне надо брать И вот такие же лепухи Как я тут делал То есть Полкило Вот сюда наложить Его расправить То есть дать ориентир Для вот этого канта Потом Вот сюда Еще полкило вложить Вот в этот остаток И вот сюда наверное Килограмм наложить Итого У меня уже Два с половиной кило А есть расход И еще два киложки Ляжет Это только на крыло Четыре килограмма В принципе Получится вшатать И на дверь еще Кило точно Не, не кило Тут меньше Тоненько Тем более И положим Расхода вообще Никуда мимо не будет Полкило сюда И сюда пруток Один точно ляжет В эту яму Вот и расход На машину Шесть кило Можно заложить смело Я думаю Клиент будет Не сильно доволен Потому что мы Ориентировались Ну так Два-два с половиной Килограмма Может быть Ну когда осматривали Просто Надо будет Позвонить С ним Поговорить Может мы не будем Делать двери Ну это в процессе Короче Крыло в любом случае Вываливаю из олова Его надо сделать Если двери Еще так Сделать Если двери еще так сяк Их там можно Ну на шпакле Скажем так Пройти Ну вот это Надо уловом сделать Двери Можно и так справиться А тут интересненько Получается Ну работаем дальше Мне в принципе Пока что нравится Так это я еще не точил А теперь это еще Все гадость Надо выточить Весело Весело Серьезненький подход Это остаток От третьего килограмма Расход конечно Сумасшедший Но тут и навалено Здесь местами Почти сантиметр Вот этот угол Весь наручный Там внутри Пикнем потом Толщиномером Но он не возьмет Даже Ну там под сантиметр Реально Так Закрываем на магнитик Держим в уровень Здесь надо точнее Дорачивал Нормально Нормально Но все равно Выводить именно Сам кант Я буду на шпатлевке У меня к сожалению Опыта нету Так чтобы На олове Это выточить Именно в ноля Да и форма Не идеально ровная То есть дверь допустим Я еще на олове Могу сказать Что да Выточу все ровненько Как бы и уйду Под грунт Но тут Только шпатлевкой Оловом Сюда уже лезть не буду Потому что и так Перерасход пошел Свыше того На что планировали С клиентом Сейчас буду разговаривать Еще Тут чуть-чуть Доработаю Буквально Ну как раз У меня осталось Полкило Я их сейчас сюда Вот Да не сюда Полкило не уйдет Но палочку тут Разложу Одну кусочек Вот сюда Надо подкинуть Дырдочка Сложно Подкидывать олово Когда уже Вот лежит олово Очень резко Прям раз Чуть перегрел Потекло Подбираешь Подбираешь Ну так получилось Хорошо Яма завалена Все ямы завалены Ух ты А Тут конечно То что Бугарит Стоит на шпакле Вы видим уже Хорошо получается Мне прям Нравится Ну долго Я сегодня Я думал Я за целый день Сегодня Хотя бы Все вот это По борту Подготовлю В шпакло Не успеваю Уже Седьмой час Вечера Мне хоть бы Закончить оловом И вытащить его Потом я подмету Вот эти вот Кроме вот этого Вот Подмету И взвешу Сколько я Высыпал В минус Вдарэл Продолжение следует Продолжение следует 5 часов Продолженно Описывайся Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Результат, конечно, гораздо лучше, но до идеала тут еще я не дойду лично, честно скажу. Я еще сюда впарю пару килограмм, которые я просто уже буду стирать, потому что оно наплавляется, течет, оттекает. То есть тут доделываю шпаклом, остаток. Ну, а тут остается только уже на толстом, там где течь начинает. То есть я вот тут не могу доплавить, оно течет. Тут, само собой, будем шпатлевать. Так, ну, форма есть, радиус тоже есть. Доделать чуть-чуть шпаклом. И можно сказать, что, по крайней мере, ничего не отвалится, не треснет, не просядет. Тут сантиметры наваленные алюминиев в этом полон. Остальное стекловолокном и универсалочкой. Вот тут стекловолокном, потому что еще сюда нагахивать. Перерасход, перерасход. Как-то так. Сколько времени? Восемь часов вечера. Я работаю с ней с десяти утра. С перерывом час на обед. Я не ожидал, что у меня так много это время не заметил. Ну, опять же, дверь пока подогнал. Чуть-чуть разобрал. Одно, другое, третье. И так оттягивается у конкретных. Мне аж интересно стало, сколько же я на пол сбросил. И, ну, я свел все в куче. Тут и гравитекс, клей. Ну, примерно хотя бы взвешу. Поймем сколько. Так, смотрим на весах по нолям. Кладем... Кладем на весы. 822 грамма. Высыпаем. Развешиваем пустой совок. 120. Короче, 800 минусто, 700 грамм. Примерно. Ну, можно еще уменьшить там. Мусор грамм 50. То есть, 600-650 грамм из 2,8 килограмма я выкинул на 600 грамм. Это сколько в процентах? Ну, примерно, получается, там 30-35-36 процентов. Не знаю, сколько калькулятор сел. Ушло на пол, вытерлось. Причем, реально много вытерлось. Не так много у меня капало, падало, как вытиралось. Ну, и остатки, само собой, порточков, коротыши совсем. Тоже пошли туда же. Итак, что мы теперь можем делать? Сейчас все. Деактивирую пасту. Помою ее. Сушим, протираем. Размотовываюсь дальше. Дверь пока что мне снимать нельзя еще. Тут, кстати, дверь потом отдельно. Ну, мне сначала надо вывести крыло по двери, по форме. А переднюю, в принципе, дверь можно снимать, с ней работать. Когда будет готова отшпатлевана полностью форма крыла, потому что мне как-то точить кант по двери. Плоскость добивать по двери, опять же, аж до самых низов. Только тогда можно будет снять двери, поработать с ней вот здесь. На этом пока что все. Завтра будем шпатлевкой играться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok